К слову, сегодня Единой России 15 лет. И главный результат этих лет – доверие людей, считают сами единороссы. Но сегодня представители правящей партии пришли к студентам не агитировать, а напротив, услышать оценку, замечания и даже критику своей работы. Своим правом голоса будущие юристы, экономисты и историки, очники сочинского РУДН воспользовались и даже поддискутировали сочинскими политиками в лице единороссов и депутатов. У нас появляются новые партнеры, мы ссоримся с другими нашими союзниками. Мы должны решить для себя, что подходит больше нашему народу. И вот это вот решение, у нас был опыт как однопартийная система. Сейчас у нас опыт, когда у нас больше партий. Мы должны решить для себя, какая для нас система эффективна. Главные наши представители – это партия «Единая Россия». Ну, как вы знаете, конституционное большинство они взяли и с ними нужно работать. Будем узнавать их мнение. К критике и оппозиции организаторы круглого стола относятся положительно и считают, что именно в споре рождается истина. Но самое главное для старших коллег – это понять, как молодежь видит дальнейшее политическое развитие страны. Ведь совсем скоро бразды правления, в том числе и политическими партиями, этому поколению придется брать на себя. Вот сегодня мы со студентами поговорим о том, что такое политика, что такое политические партии, как выбирать ту партию, которая тебе близка. Причем делаем мы это, не навязывая свою идеологию. Просто должен же кто-то разговаривать с молодежью. И мы на себя давно уже взяли такую функцию. Самый главный результат – оживить нашу молодежь. Чтобы они не говорили, как некоторые уже взрослые люди, да зачем мне эти выборы, да не пойду я на эти выборы, да вообще я туда не хожу. А чтобы они понимали, что от него одного зависит вообще история страны. Подобная просветительская деятельность проходит не только со студентами, но и в разных общественных кругах. Сподвигнуть к активным действиям и воспитать чувство ответственности – это главные задачи одного из 35 партийных проектов «Гражданский университет». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.